Путь к успеху Мы уже несколько лет миссией фонда предпринимательства детям видим развитие предпринимательского мышления у детей и молодежи. Дорогие ребята, то, что вы уже здесь, это говорит уже о том, что вы предприимчивы, что вы готовы генерить, что вы не боитесь рисковать. Мы начинаем панельную дискуссию на тему «Предпринимать или плыть по течению?». Любая предпринимательская деятельность, помимо зарабатывания денег, она должна нести какую-то миссию, общественную миссию. Я воспринимаю все это как игру. Предпринимательстве есть свои уровни, свои миссии, которые нужно преодолевать. У наших детей априори нет проблем что-то сгенерировать. Наша задача, наоборот, помочь им перейти к стадии исполнения. Ну что, друзья, приветствуем вас. Путь к успеху 2023. Друзья, погнали, посмотрим. Выставка в самом разгаре. Ну что, давайте посмотрим работы наших юных предпринимателей. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ева, я представляю проект «Предпринимательство». Ева, расскажи, что у тебя интересного? Мой товар – это минималистичные футболки с авторскими дизайнами и представляющими фразами. Ага, отлично. Ты сама рисуешь эти принты? Да, я все продумываю и рисую сама. Онлайн-школу дрифта вижу, да? Я буду поддерживать со своими учениками дружеские отношения. То есть я не буду им говорить то, делай, то не делай. Я время могу отвечать на них. Нет. Я буду с ними мягко разговаривать, и они будут своей тарелкой. Ты будешь самый добрый инструктор. Да, я буду самый добрый инструктор. Эмоции после сегодняшнего чемпионата зашкаливают. Знаете, амплитуда обычно бывает там вверх-вниз, вверх-вниз, а у меня, по-моему, все вверх-вверх-вверх. Потому что я сегодня увидела новый формат, включенность. И что мне сегодня очень понравилось – это семейный подход. Я и в том году была на чемпионате, на первом, да, и на втором. Когда работает вся семья, мне кажется, это дорогого стоит. О, вот так мы сегодня домой поедем все, да? Снимайте. Так, давай пятюню. Классно. Что у тебя есть? Давай, расскажи нам. Я бы порекомендовала вот эту игру по футболу. Она очень интересная. Это вот все сделано своими руками. Ага. Давай мы тебе поставим лайк. Классно, очень круто. Мы совместно с моим сыном придумали такой проект. Называется «Хэппи Ба». Это банданы, которые отображают рисунки и дизайны, которые придумывают дети. Также мы сотрудничаем с фондом Хабенского. Прибыль от продаж наших бандан также поступает в фонд. Стал помогать именно в организационных моментах. Ребенок очень вовлекся в этот процесс, в свой продукт. Он знает теперь об этом все, и не нужно ничего заучивать. Я только где-то могу за спиной помогать организационно. Он уже полностью владеет своим проектом. Проект «Артпончик». Идея пошла расписывать пончики. То есть я делаю их на заказ. Можно попросить написать что-то на них, расписать как-то. Было открытие корейского магазина. Тоже заказывали пончики. Я представляю студию по техническому обслуживанию, ремонту и кастомизации беспилотников «Хэпсэнфлайд». Приходят к нам, мы проводим обслуживание, чиним. Если он хочет какой-то другой дизайн, мы это делаем, мы сможем его перекрасить. Если вы хотите поменять камеру, мы создаем дополнительную деку для этой камеры. Большой талант для детей. Это желание детей заработать деньги не ради деньги, а ради идеи. Вот это самое главное. Я поражен масштабом, который я сегодня увидел. Я не поражен нашими детьми, потому что я знаю, что такое наши дети, насколько они талантливы, насколько они творческие, насколько они энергичны. Поэтому не использовать их в развитии страны – это губитель. Этому надо давать продолжение. Я предложил уже провести выставку в Государственной Думы большую с победителями сегодняшнего конкурса, чтобы уже на совершенно другом уровне уже знали об этом вашем конкурсе. Я выступаю, получается, с пятого класса с различными проектами. Получила столько полезных советов, знаний, каких-то даже лайфхаков на разные точки зрения, которые можно по крупицам собирать и создавать что-то свое, и выбрать путь, который наиболее удобен тебе. Вроде бы ты говоришь про бизнес, рассказываешь про свой проект, но при этом ты еще и налаживаешь контакт в жюри. Более 300 проектов сегодня было представлено в оффлайн и онлайн форматах на экспо-выставке в Сколково. Победители и призеры чемпионата сегодня получат гранты на развитие своих проектов в каждой возрастной категории. Музыка Музыка Знаете, я, честно говоря, был в таком легком приятном шоке. И здесь я увидел огромное количество интересных, полезных идей. Было так интересно, так круто, и мне было, честно говоря, очень трудно выбрать кого-то более лучшим. Своей компанией я хочу предоставить два курса. Это мощнейший курс, быстрый старт и мотивация команды. Поэтому желаю удачи, только в путь вперед, путь к успеху открыт для вас. Хочется сказать огромное спасибо Али и Викторам, которые придумали, как волшебно вообще провести этот субботний день. Так приятно, на самом деле, вложить свои силы и энергию в ваши интересные идеи, увидеть ваши горящие глаза, посмотреть на детей, которым не лень заниматься еще чем-то, кроме школьной программы. Делайте великое дело, у вас потрясающая школа. Я желаю вам только развития и всем деткам удачи и поиска того счастливого инвестора, который, поверит в вас, вложится в вашу идею. Спасибо огромное, друзья, ребята. Это те люди, благодаря которым мы сегодня здесь, которые шли с вами и без которых бы фонд предпринимательства детям был бы невозможен. И такие потрясающие результаты детей тоже были бы невозможны, поэтому огромное вам спасибо за ваш вклад. Восхищаюсь вами. Будем делать вместе с вами то самое сильное, светлое социальное общество, которое будет строить процветающий мир. А сегодня впервые на нашем чемпионате состоится подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между молодежными бизнес-сообществами «Йока», «Бизнес-дети» из Москвы, «Бизнес-старс Астрахань» и «Успех в твоих руках» в Санкт-Петербург. К нам сегодня доехали ребята из глубинки России, из других стран. Наше будущее с такими детьми должно быть просто светлым, надежным, и я уверена, они нас приведут к очень-очень высоким целям. Именно сейчас настал тот самый момент славы и триумфа. Тоже сегодня поднимется на самую вершину успеха. Узнаем прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Я очень счастлива, что сегодня одно из первых мест получил проект, который ребята создали, находясь в сельской школе. Цифровой проект – приложение для обучения химии «Легко». И они уже эту химию внедрили там в своих школах. Действительно, таких вещей просто вообще нет. Ребята потрясающие. Вижу вот взрослых, которые готовы развивать это в детях и хотят, чтобы этого было больше и больше. Поэтому я думаю, что в следующем году нас ждет еще что-то более фееричное. Посмотрим, посмотрим, во что мы вырастем в следующем году.